Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Ну раз уж вчера мы с вами обсудили Evolve Roleplay, то сегодня можно обсудить такого, знаете ли, ну не то чтобы прямого конкурента, а просто проект, который, ну можно сказать, наверное, обманул Evolve Roleplay на деньги в своё время. Мало ли кто-то не знает, я вас сейчас веду в курс дела, но перед этим Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить себе на руки свой персонаж целых 300 тысяч вертов. Вся эта и другая информация находится в описании данного видеоролика. Также по ссылочке в описании вы можете перейти в мой телеграм-канал, добиваем там 100 подписчиков, и всё, в принципе, там будет замечательно, хорошо и в целом интересно. Поэтому заходите туда и вот ознакомливайтесь со всей этой информацией именно там. Вот сегодня у нас, знаете ли, такая маленькая рекламная пауза, а всё потому, что сама новость, наверное, не будет достаточно такой, знаете ли, большой. Я просто немного на вот всё это подискутирую, и вообще, ну, я думаю, вы знаете, как у меня всё это происходит. Так вот, то есть, если мало ли кто-то не знает, по-моему, где-то то ли в начале 2019 года, то ли там до всего, нет, по-моему, это было в 2018 году, и вот где-то вот буквально в конце 2018 года, там, знаете ли, Evolve Roleplay купили такой проект, как Monster DM за 500 тысяч рублей. А потом, типа, оказалось, что проект вообще, ну, типа, ну, вообще нахуй никому не нужный, как какой-нибудь второсортный GTA-самп-ютубер, и в Evolve Roleplay этот проект отдали обратно Монсеру, и, насколько я знаю, всё это было абсолютно бесплатно. И вот сейчас Монсер DM разрабатывает свой мобильный проект. Ну, как бы, ну, 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 как бы, зачем? Зачем? Не, возможно, я чего-то не понимаю, но зачем тренировать стрельбу на телефоне? Зачем? Вы можете сейчас написать в комментарии, если вы как-то более знакомы со всей этой кухней, типа, что вообще там такое будет? Там будет, типа, обычный вот монсер, где можно будет зайти там, покоптиться со своими друзьями, покоптиться там с какими-то другими вот этими всеми врагами, можно будет зайти там, знаете ли, на DM-зоны и постреляться, и вот всё будет, ну, вот в таких вот всех традициях Манхэттена, или что вообще там будет такое? Потому что лично мне непонятно, я зашёл в группу ВКонтакте, никакой информации там нет, просто Монсер Мобайл, блядь, и всё, и ничего больше нет, там какие-то логотипы у них новые выходят, ещё какие-то новые штуки у них выходят, и более там ничего нет. Однако, недавно Монсер заявил, что вот уже у них всё готово, там, и клиент какой-то, и сервер у них там готов, и всё остальное, просто им сейчас нужен инвестор. Инвестор для вот этого вот проекта. И вот лично я, зайдя вот в группу ВКонтакте, даже малейшего представления не могу иметь о том, что вообще это будет за проект. Ну, понятно, что, наверное, в мобильную вот эту вот всю индустрию, это же, наверное, уже индустрия, да, а не сфера. Возможно, это мобильная сфера. GTA Sampo уже пошла. Я просто, я запутался о всех этих сферах, я думаю, что нам тут нужен хиток, пусть он придёт сюда, и вот всё это нам расскажет, потому что по-другому я просто, я уже не понимаю, что вообще там такое будет. Я зашёл в группу ВКонтакте, я не имею ни малейшего представления, что если, допустим, я инвестор, в это сложно поверить, но давайте мы все с вами это представим, а я, инвестор, хочу вложиться в данный, так сказать, в данный сервер, там, с возможной какой-то будущей окупаемостью, почему, я не знаю вообще, что это будет за проект. Там, я не знаю, RPG-проекты они делают, Roleplay-проекты они делают, или они просто переносят, типа, вот этот вот, знаете ли, DM-сервер Монсера на мобильный вот этот вот весь клиент. Что там происходит? То есть, если я могу понять, почему Монсер на реальной, нормальной версии Sampo, компьютерной, пользуются популярностью, то зачем людям, игрокам вот этого вот самого мобильного GTA-сампа, зачем им нужно будет заходить и тренировать стрельбу, типа, вот там вот, я не могу это представить, однако, по-моему, на мобильных серверах уже тоже есть капты, типа, ну, возможно, можно будет как-то потренироваться, там, потренироваться как-то, я не знаю, плюс-цехать, да, если там вот это вот все не пофиксить, знаете ли, вот это вот C++, C Sharp, там, Notepad, вот это вот, WordPad, я не знаю, все остальное. И вот, ну, то есть, никакого представления о том, что это будет за проект, нам не дают. Просто проект находится в разработке, выходят какие-то новые логотипы, выходят какие-то посты с ними в новостных изданиях, все. То есть, больше мы про данный проект не знаем абсолютно точно ничего. И какого-то малейшего представления о том, что там такое будет, мы тоже не имеем. Поэтому, ну, и я не знаю. Я вот, если честно, я вообще в замешательстве, я не знаю, что это будет за проект, и вообще, стоит ли туда заходить, не стоит ли туда заходить, что вообще это такое будет, стоит ли туда вообще инвестировать, потому что сейчас они ищут инвесторов для как раз-таки, вот, видимо, открытия всего этого, закупа каких-нибудь, там, я не знаю, ютуберов, вот, всех прочих людей. И вот, ну, ничего такого я вообще не вижу. То есть, что вообще, что, что меня должно заинтересовать, я не понимаю. Однако, ладно, ладно, давайте обсудим все это потом, когда появятся уже какие-то более, такие, знаете ли, подробности всего этого, потому что пока что просто это какое-то, я не знаю, гадание на кофейной гуще, которое ни к чему хорошему нас не приведет. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP Arizona RolliPlay Phoenix, а также мой никнейм, Данте Кодер, по которому вы сможете получить 300 тысяч вертов при достижении вам пятого игрового уровня. А все это находится в описании. Также там находится ссылочка на мой телеграм-канал. Заходите вот туда, подписывайтесь, и узнавайте обо всех новых новостях, о видосах, которые выходят, да, каждый день в 20.00, иногда с опозданием, но, тем не менее, узнавайте все в моем телеграм-канале. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok